всем привет друзья сегодня делаем вот такой вот роскошный кекс очень вкусный и очень ароматный а внутри там будут цукаты из ананасов пойдемте готовить рецепт супер супер простой но получается конечно же очень и очень вкусно описание все будет под видео друзья часто спрашивают нет рецепта нажимаете под видео слово еще и рецепт все 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 там выходит итак начинаем беру сливочное масло 170 грамм мягкая можете взять сливочный маргарин по желанию так в это сливочное масло я кладу щепоточку маленькую соли для баланса вкуса так как сладкую выпечку естественно тоже нужно обязательно класть соль пакетик ванилина буквально 1 грамм не ванильный сахар друзья мне часто спрашивают а ванилин я кладу буквально вот один пакетик один грамм не борщите никогда с ванилином будет очень сильно горько придется вам все это дело выкинуть и беру 170 грамм сахарного песка высыпаю тоже это дело все сюда и теперь нам эту массу нужно давайте сначала вот ее мы вилочкой чтобы масло немножко размять сейчас нужно нам будет это просто все пробить миксером до повеления массы она побелеет и немножечко так увеличится да вот чуть-чуть я сначала вилочкой это все перемешаю потому что масло я достал из холодильника недавно не совсем она еще такое прям супер-пупер мягкая ничего страшного чуть-чуть размяли чтобы все по сторонам не полетела друзья сколько по времени взбивать я не скажу конечно же все зависит от мощности вашего миксера насколько три четыре минуты пять вот я сначала включаю на самую медленную чтобы она все не начала разлетаться и когда смесь уже соединилась я включаю скорость побыстрее все взбиваю эту массу до повеления все вот массу промешал так вот видно вроде бы да и теперь смотрите нужно добавить куриные яйца вот здесь у меня три куриных яйца уже разбил не добавляйте их все сразу нужно добавлять по одному куриному яйцу мне неудобно конечно сразу избивать и добавлять я вот покажу на примере одного одно яйцо я перекладываю это вот тоже масса я со стенок снимал все и взбиваем потому что если вы добавите все и сразу яйца все может пойти хлопьями и просто она не будет схватываться все вот одно яйцо когда вы вмешали в эту массу в эту смесь до хорошенько но около минуты промежали не останавливайтесь например еще добавляйте их так вот все три лица нам нужно сюда вмешать видите масса на глазах белеет еще больше увеличивается становится более более такой пышной и стабильной все друзья вмешиваем все яйца вот такая вот пышная объемная масса у нас получилось все теперь в эту массу мы добавляем муку 250 грамм и половина чайной ложечки разрыхлителя так вот все и теперь миксер нам не нужен я вмешиваю муку в это бисквитное тесто просто лопаточкой друзья просто вмешиваем все это делается быстро включайте сразу духовку потому что текст на самом деле очень быстро делать духовку вверх-вниз включая на 180 градусов и разогреваем друзья также подписывайтесь на мой второй влоговый канал там канал полностью обо мне ссылочка будет в описании ильинский блок лайф так вот смотрите вмешал эту муку все сделал на ваших глазах все это очень и очень быстро не нужно больше никакого миксера все это моментально вмешалось вот снизу вверх вот так подчеркиваем да все видите такое вот эластичное получается замечательное тесто и теперь я сейчас сюда буду вводить цукаты меня вот такие вот цукат 200 грамм вы можете вводить изюм орехи чернослив курагу все что только вы захотите все ввожу цукаты это будет вкусно самое главное еще и красиво все и вот это вот дело все тоже просто перемешиваю вмешиваю вмешиваю цукаты тесто все друзья перемешиваем все перемешали выпекать буду вот в такой вот силиконовой форме можете выпекать конечно же в чем хотите форму я для подстраховки смазал немножко растительным маслом перекладываю все это смесь и как сказал я ранее выпекать буду на 180 градусов включенный вверх-вниз по времени друзья сколько выпекать я вам не скажу всех духовки разные смотрите естественно чтобы сверху был красивый золотистый цвет ну и конечно же проверяйте на готовность просто деревянной шпажкой протыкайте когда не будет у вас сырого теста значит кекс у вас полностью готов у кого-то будет готовить 30 минут кого-то 40 у меня наверное в моей мини печке около часа он будет готовиться это очень большие интервалы такие я не могу сказать точно вы даже примерно не могу сказать все вы прекрасно знаете цвет красивый такой когда золотист цвет готовой выпечки да все ждать ничего не нужно расстаивать не нужно сразу ставим выпекать уже до готовности вот такой роскошный кекс друзья я достал из духовки он еще очень очень горячий только-только секунду назад вышел он немножечко треснул но от этого конечно же он не станет менее вкусно вот смотрите как проверить его на готовность вот у меня шпажка такая да самую толщу прокалывайте и смотрите шпажка сухая если кекс не готов то будет тесто на шпажке так как тесто нет все значит ваш кекс готов обязательно вынимайте из формы любую выпечку когда вы делаете хоть даже пироги выпекаете на противне да обязательно потому что выпечка царевает все потихонечку в него-то оно все отстает все замечательно есть сделаю без камеры да чтобы не обжигаться все и пусть он у вас остывает кекс немножко остыл но конечно не до конца пока я его фотографировала все я его посыпал пудрой друзья но она немножечко уже растаял даже не немножечко короче говоря на растаял я его уже разрезал не выдержал кекс конечно получился шикарный смотрите какая красота какой он получил получился пышный воздушный и какой он получился самое главное красивый сукаты а если бы там еще были кусочки изюма было бы вообще изумительно я всем друзья советую сделать такой кекс это получается на самом деле действительно классный очень-очень классный самое главное не режьте его горячим дайте ему полностью остыть потому что когда вы будете его резать горячим он может показаться клёклый сырой ну потому что тесто еще не остыло да супер друзья ну что буду говорить вам до свидания но перед этим конечно же хочу сказать вам огромное спасибо за ваши лайки просмотры комментарии за то что вы есть у меня на моем канале спасибо огромное за вашу помощь за ваши донаты за вашу помощь моему каналу друзья подпишитесь обязательно на этот канал вы даете тем самым не стимул продолжать дальше ну и конечно же на мой второй влоговый канал там все обо мне все ссылочки будут в описании второй канал называется ильинский блог лайф напоминаю чтобы всю информацию и рецепт увидеть под видео есть слово еще нажимаете и там выходит и рецепт и все 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 ссылочки все выходят друзья всем огромное спасибо всем самого самого приятного аппетита всем пока пока всем до скорых встреч друзья